Ребят, всем привет! Продолжаем играть в Silent Hill 2. Наконец-то я нашла. Теперь я должен не забыть это 7177. 7177, что это за цифры такие? 3, 3, что-то написано. 3, 2, 5, 3, 2, 5. Часть, одну цифру не видно, 3, 2, 5 написано. Монстр какой-то обитает за этими дверьми. Судя по записке, эта дверь больше не может его удерживать. Там написано. В общем, я не знаю. Тут написано, что у некоторых, у кого не установлена оригинальная версия, нету кодов с подсказками, которые нужно ввести на третьем этаже, на дверь. Не знаю почему. Я думала 7177, но оказывается нет. Я не нашла этот код. Я его искала, даже после прочтения местонахождения я уже была там. Я не нашла его на стене, скорее всего, из-за русифицированной версии его там нет. Где-то они тут за дверью, наверное. Похоже, что замок сломан. Наверное, вот здесь они. Сейчас сразу убью и того тоже. Их тут несколько, чтобы потом не напороться. Так, теперь я возвращаюсь обратно. Все по порядку. Чтобы ничего не пропустить. Каждую дверь сейчас проверим. Так. Первая закрыта, вторая тоже закрыта. Это открыто. Что случилось? Джеймс, подожди минуту. Я немного устала. Я неважно себя чувствую. Тебе нужно отдохнуть. Как удобно. Я пойду поищу ее, Лору. Вернусь, как только смогу. Тут ключ лежит. Ключ от крыши. Сейчас на крышу туда поднимемся. Так, тут какая-то зеленая жидкость пролита. Из лаборатория, может быть, от какого-то существа. Что-то не хочешь прокомментировать? Что-то заостряло в сливной трубе. Отверстий слишком мало. Я не могу просунуть свою руку, чтобы достать это. Возможно, если у меня было что-то длинное, тонкое. Это тонкая, по-твоему, труба? А, во. Почему? Что-то застряло в сливной трубе. Так, возьми. Сочетать. Можно сочетать. Сочетать. С чем? Надо с крючком взять с чем-то. Собрался рыбу удить. Так, из сливной трубы. Надо найти веревку еще, наверное. Сейчас найдем. Сейчас походим. Поищем. Доключилась запись. Так мы же тебя уже убили. Снова появился. Как-то с ней спокойнее было. Тут у нас завалено матрасами двери. С Марией путешествовать спокойнее было. Я вообще люблю в играх путешествовать вместе. Что тут у нас такое. А вот здесь, наверное, 7177-то. Сим-сим, откройся. Или нет? Нет. Да. Один замок мы открыли. А какой мы вводили код? Здесь попробуем ввести тот же код, что и на двери. 1-777 здесь, оказывается, работает. А вот этот код мы вводили к двери. Нет. Не знаю. Может, еще найдем подсказки. Пока код, не знаю. Один открыли. Это у нас лифт. Так. Нам еще надо веревку или леску. Он может открыть. Так. А мы через какую дверь зашли? А там закрыто. Все закрыто. Душевая только. Здесь вот у нас отдыхает Мария. Здесь у нас замок, который нужно открыть. В коробке что-то лежит. Так у нас же есть ключ от крыши. Мы же только что взяли. Ключ от крыши. Офисного крыла. Офисное крыло. Офисное крыло. Ключ от офисного крыла. Значит, нам надо отсюда выйти. Где у нас на крыше еще выход-то? Так. Это у нас на крыше? А нет. Это не на... Так. Это у нас... О, крыша. Что тут у нас такого? Что-то лежит на полу. Это дневник. Майя 9. 9 мая. Дождь. Смотрел в окно весь день. Тут спокойно. Нечем заняться. Все еще не позволяет выходить наружу. Майя 10. Дождь все еще идет. Немного поговорил с доктором. Интересно, они спасли бы меня, если бы я не имел семьи, которую надо содержать. Я знаю, я жалок слаб. Не все могут быть сильными. Майя 11. Снова дождь. Сегодня меня стошнило от лекарств. Если мне становится лучше, только после препаратов. Тогда кто я вообще такой? Вообще-то параллельно с лекарствами, но я не знаю, как насчет Сэллент-Хилла, дают пробиотики, восстанавливающие микрофлору желудка. От побочных эффектов, когда очень много лекарств принимают. Да, может и стошнить. Я не хочу больше ни для кого создавать проблем. Но это же не психолечебница, это же больница. Я не хочу больше ни для кого создавать проблем. Но все равно я обуза для них. Неужели это такой большой грех? Хотя и... Это такой спорный вопрос по поводу того, что в больнице заботятся о больных. Это зависит от государства, которое восстанавливает больницу. Содержит ли больницу современным оборудованием? Совсем необходим, платят ли зарплату врачам. Куда уходят деньги налогоплательщиков, мы не знаем. Ну, мы на самом деле знаем, но еще куда-то уходят. Много, наверное. Ну, уж намного больше, чем у бедных, которые из-за нехватки пенсии собирают бутылки в мусорных баках. Это вообще речь, конечно. Неужели это такой большой грех? Убежать вместо того, чтобы сражаться? Некоторые люди могут это утверждать, но они не были в моей шкуре. Это может быть эгоистичным, но именно этого я хочу. Слишком тяжело вот так. Просто слишком тяжело. Но вообще не просто так говорят, не осуждай других. Потому что, как здесь написано, вы просто не были в моей шкуре. Как только ты осуждаешь кого-то, берешь на себя его карму. Когда вы забываете об этом, с вами может произойти то же самое. И вы подумайте, вот я осудил этого человека, а почему-то в моей жизни все так сложилось, что я вынуждена была поступить так же. Снаружи безоблачно. Доктор сказал, что меня выпишут. Значит, я смогу вернуться домой. Да, тот, кого вы обижаете, в будущем может быть вашим ребенком, и вам придется о нем заботиться. Хотите вы этого или нет. По справедливости, дневник оканчивается здесь. Больше записи нет. Как этот дневник здесь оказался? Ну, видимо, больным здесь совсем было плохо. Они пытались найти способ сбежать хоть на какое-то время из палаты. И крыша это как раз тот вариант, где можно подышать свежим воздухом. Я думаю... Ой, господи. Ой, мамочки. Фух. Да, я даже дверь не успела проверить. Как ты нас нашел? Как неожиданно. Я думала, что мы спокойно... Найдем еще один код. Откроем ту коробку. Ой, что-то я прям вздрогнула. Вот в этот раз был действительно. Как-то... Почему ты не лечишь-то? Вылечился, что ли? Да, вылечился. В этот раз я что-то вздрогнула, скажу я вам. Кто-то нас скинул, непонятно. Подвал, что ли? Что-то написано на стене. Если Джозеф выглядит спокойным, его можно вывести из своей камеры. Джозеф, это тот монстр, которого сдерживали. Вывести на крышу. А там что-то написано внизу. На стене что-то написано. 1, 2... И как это понимают? 1, 2 на записи. 1, 2, 1, 9. По-вашему какая-то цифра. А, тройка, тройка, тройка цифр. Лучше не забыть их. Так что я запишу их здесь. Другое мое секретное имя. Я читаю, как будто сейчас стихотворение будет. Тройка, тройка лошадей. И туда-то поскакала. И сейчас я не скажу вам, что я предсказала. Что-то в этом духе. Что в голову взбрело. То и говорю. Тройка, тройка, тройка цифр. А три цифры здесь. 1, 2. Лучше не забыть их. Так что я запишу их здесь. В смысле тройка, тройка, тройка. Три цифры. 1, 2, 1. Изолятор. И стены обиты мягкой тканью. Чтобы они не могли себе навредить. Ну, как видно, бесполезно. Если человек захочет себе навредить, он вырвет себе зуб. Или, не знаю, отгрызет себе палец. Тогда совсем. Конченный случай, да? И убьет себя этим пальцем. Можно не отгрызать чей-то. Я просто вспомнила про пациента, который ложкой себе вскрыла артерию. Не пациента, а тот, кто убил свою дочь или сестру и еще кого-то. И сказал, что его кто-то попутал, бес попутал. В общем, им кто-то управлял. Это сделал не он. И он покончил жизнь самоубийством. Но сказать, что это был не он, я уже объяснила. То есть, это он. Тело-то его. А мысли уже не его. И он этим мыслям следовал. Поэтому попробуй людям объяснить, что это не он. Поэтому и говорят, что нужно мысли держать в чистоте. А наш мир создан таким образом. Сейчас информационное поле настолько забито между собой. Фонит, перемешиваясь одним и другим, что человек не может конкретно что-то очень важное для себя выделить то, что со всех сторон видеть во все уши и идет информация. И нужное, и ненужное. Нужно фильтровать это все. И телевизор – это первый мусорный бачок, который засоряет голову людям, которые до сих пор смотрят новостные каналы по телевизору. Это как раз делаем для того, чтобы мысли не держать в чистоте. Хотя даже если мы себя ограничиваем, дети, например, ходят в школу, им все равно сейчас, ну не знаю, с какого класса, но с класса шестого, с пятого уже они делают какие-то доклады по биологии, по истории, еще по каким-то предметам. Им приходится залазить даже по учебе, в интернет, чтобы что-то прочитать и найти те же картинки, рисунки. В любом случае приходится сталкиваться с той или иной информацией. Если ты, конечно, не в лесу живешь, то лучше, конечно, не в лесу жить. Но эта система, она не отделяет лес от системы, от общей. Просто в городе такой ритм интенсивный, что очень сложно быть в стороне этой системы. А в лесу человек может, конечно, спрятаться в свой футляр в виде дома, подальше от городской суеты. Там действительно определенного могут быть и в чистоте какое-то время, зависит от человека. И природа действительно очищает человека. Но все же, где бы человек ни жил, он все равно находится в системе. Когда у вас не возникает никаких желаний, когда у вас пробуждено сердце, осознанность присутствует в вашей жизни, когда вы находитесь в контакте со своей душой, наверное, тогда есть возможность выйти из системы, но она не отпускает. У нее есть еще какая-то цель для всех. Почему? Точного ответа я вам дать не могу. А, мы на третий этаж свалились. В Assassin's Creed я подказать писала на эту тему частично. Она так. Это только частичка общей картины. Очень большая частичка, но все-таки общая картина сложна. А мне вообще-то надо снова на крышу. А я свалилась. А, ну давай вернемся, мы теперь знаем код. Код мы знаем. Пойдем откроем тот ящик. А звук какой был неприятный здесь. Даже когда на паузу нажимаем, этот звук никуда не уходит. Давай введем код. А почему здесь четыре цифры? Как-то написано три. Один. Два. Один. Девять? Да. Я правильно поняла, что там он царапал окрововленными ногтями. Ну и... Теперь еще один замок. А у нас же есть ключ. Так и его используем. Я использовала ключ, лазорный глаз. Теперь мы открываем. Ну и мы открываем. Ну и открываем. И что? Что-то не открывается. Нифига. Еще один ключ. Не хочешь? А вот еще. Я использовала ключ пурпурный бык. И здесь у нас волос. Или это нитка? Нет, я ошибся тут. Ну ты все-таки взял прядь волос. Так, а этого палача ведь пистолетом не убьешь. Но у нас есть дробовик. Я поэтому и не трачу патроны. Оставлю-ка я для него сюрприз. А где у нас? Душевая. Вот она. Сочетать. Я никогда не вытащу его таким образом. Так ты возьми сочетать использовать. Прикиньте, если у вас такая же проблема, нажимаете на предмет. Нажимаете сочетать. Нажимаем на escape. После нажимаем на еще один предмет, где мы сочетаем и теперь используем все вместе. Почему? У кого такая же проблема, так вы сделаете. Пошли рыбку ловить. Большую, маленькую. Что ж ты там достал? Я взял ключ от лифта. Теперь у нас путь свободен к пирамиде к голубому человеку. Я просто его называю палач. Такое счастье. Мы теперь можем к нему попасть. Ты рад? Я взял ключ от лифта. Ну, вообще, где угодно. Вон здесь надсмотрщик мира Олесы. Главный. Я использовал ключ от лифта. Ох уж эти лифты в хор-играх. Сейчас еще вполне возможно вот этот его большой нож палача сквозь стены может очень легко как по маслу нас ругануть. Ну и куда мы едем? Мы едем. Только я не знаю о чем мы так не могли ехать. Первый, второй, третий этаж. Мы везде были. Какой нам нужен? Мы сейчас на третьем. А нам нужен какой? Я попробую не знаю на первой поехали. Прокатимся с ветерком. Разнообразие. На лифте-то мы еще не катались. Вообще тоже я куда мы приехали-то. А мы тут не были? Тут было закрыто. Ага. Тут был закрыт. Щит. Да-да-да. Чё-то как-то без Марии неинтересно играть. Мне кажется, она меня защищала. Давала мне чувство теплоты и уюта. А теперь я чувствую себя пустошенным без Марии. Я взял патронов дробовиком. Ее присутствие меня радовало. Патрончики. Ну что ж, поделать, если ей было плохо. Вообще опасно его там одно оставлять. Не знаешь, как лучше. Может быть, передохнули бы и пошли вместе дальше? Похоже, что замок сломан. Тоже сломан. Тоже сломан. А через ту дверь? Так, это мы вышли. Первый. А, давай через лифтер. Попробую на второй этаж выйти, где у нас лифт. Вот лифт. Нет, не лифт. Вот лифт. Так, куда нас эти двери любви привезутся? Так, а мы куда приехали? Сейчас на первом этаже были. На каком этаже там были? На каком этаже там были? Нет, мы тут не были. Нет, были. на фига нам этот лифт нужен? Я просто балуюсь. Я давно на кнопки в лифте саунхилла не нажимала. Попробую нажимать на кнопки саунхилла. Это особое ощущение. Никогда не знаю, что после этого нажатия произойдет. мне понравилось просто кататься. Теперь вот эта дверь открыта, а нет. На лестницу сейчас выйду. Пойду-ка снова я на крышу схожу. Это мне не имется. Как так получилось, что нас с тобой разлучили. Я не могу смириться с этим. Пирамидоголовый человек. Тестри. Ну что, пошли. Ты отдохнула? Джеймс, я хочу спросить тебя кое-очем. Что если... Что если ты не найдешь Мэри? Что ты будешь делать? Я не думал об этом. И что дальше? Скоро мне станет лучше. Ты нашел Лору? А мы должны ее здесь найти? Что ты здесь делаешь, а? Странная девочка. Почему она так боится, что мы ее найдем? Ты знаешь мое имя? Эдди сказал мне этот большой толстый трепач. Откуда ты знаешь Мэри? А в чем дело? Почему ты не можешь просто сказать мне? Ты собираешься кричать на меня? Нет, не буду. Я была подругой Мэри. Мы познакомились в больнице. Это было в прошлом году. ты врешь. Ну и ладно, не верь мне. В прошлом году Мэри была уже мертва, наверное. Но умерла. Поэтому так разозлился. А, но она играла может быть как раз с ее призраком. Ладно, пошли. Куда пошли? Мы поговорим об этом позже. Это не место для ребенка. Творятся странные вещи. Я не могу поверить, что на тебе не царапины. А почему должны быть? Стой! Кое-что должна забрать. Позже, хорошо. Это очень важно, что это письмо от Мэри. Я не могу забрать его, ладно? Да. Письмо от Мэри можешь забрать. А мы еще там что-то не взяли, там лежало на столе, надо было проверить. Давай поторопливайся, оно там. Да, в конце. Почему что-то сама не зашла? первая. И у нее ключ в руке, она эту дверь открыла. Еще дальше в столе. Лора, что ты делаешь? Я обманула тебя. Открой дверь, Лора. С чего бы это я видел, Гуня, так? Хочешь, чтобы я открыла? Хочешь? Да, вообще-то мы тут не одни в комнате. Скажи волшебное слово, пожалуйста. Хорошо, наверное, я не буду открывать ее. ты маленькая соплячка, открывай. Ты засранец. что, все. берем сохранение там. Странная девочка нас здесь закрыла насмерть. Когда мы сохранялись, я не помню, где находимся. мы находимся там, где нужно. вот здесь она была. Сохранюсь отсюда. Тогда перематываю ее разговор, а тут, в принципе, ничего нет в комнате, я перемотала. одну убили, не двигается. у меня все патроны закончились. Беру дробовик тогда. Что делать? двоих убили, еще одна спускается. Вот, началась. Не успеваю отходить. Я не знаю, как я выбралась в прошлый раз. У меня душит, я не знаю, как выбраться. Как выбраться-то? Ну, что ты топишь? что происходит? его победили? Так и должно быть, видимо. Джеймс, Джеймс, голос Мария. Ну, спасибо тебе, Лора. У нас патронов очень мало осталось. Возьму-ка я трубу тогда. А нет, есть еще патроны. Возьму пока трубу тогда. Если что-то тяжелое на нас пойдет тогда. Действительно маленькая засранка. здесь у нас сохранение. Каких тварей только здесь нету. Сколько раз надо нажать, чтобы он попал на этот красный диск. так, это у нас дверь закрытая. Подождите, это мы где оказались? это у нас первый этаж. А мы тут были. И это дверь открытая. А, это лифт? Да. Подождите, а зачем мне лифт? Что я так не выйду? Так, откройте мне двери. Мне не нужен лифт. Это у нас выход на лестницу. нам здесь тоже не надо быть. Так, а мы сейчас во тьме, поэтому заново можно все проверять. Даже там, где мы были, все по новой. повторно проверяю на всякий случай, а птичек сколько мы использовали, что это было? Кто-то разбил окно. Что-то стало немножечко боязно. а ты мы куда зашли? И еще одна красотка. щас вылечусь тогда. Проверяю ногой не будешь? Кричок лежит. И патрона для дробовика нет кристалета. Сколько у нас там патронов маловато будет. Ладно, пока можно другой пользоваться. А ну, что он почему-то не берет. Зачем он тогда его взял? Так, здесь все сломано через лифт только. Вот почему. Нам нужен лифт. Здесь мы вышли. Тогда поднимаемся выше. Еще Гланд отреагировал. этаж. Едем на второй этаж. Вот для чего нам лифт. Бегу вперед. Может я не знаю есть там кто с той стороны. щас надо выречиться. Сейчас надо выречиться. я отбежала вперед потому что некогда было разворачивать камеру. Я чувствовала по звуку что сзади кто-то есть. Я переживала что там вот это четырех нога она душит нас со спины как аптечка нам пригодится в прошлый раз пять штук съели на кровати лежит кулачок бумаги я был заперт внутри подвала в подвале там так тесно и темно и мне было так страшно я обронил там свое прекрасное кольцо но я никогда не вернусь туда я взял батарейку я взял ключ от подвального склада на первый этаж надо спускаться что за звук такой опять в 17 там кто-то ходит я вроде бы там всех убила появились кто-то появился так да елки-палки не успеваю цель выбирать сейчас подожди вылечусь сразу две меня атаковало а это надо набивать еще ручок ну ладно еще еще в соседних комнатах что ли ходят а нет он появилось патроны в пистолете закончились но у меня есть дробовики не стал тратить замок замок швоман нам в подвал надо мы ключ нашли от подвала так где это мы что-то похоже на холодильник конечно открыть сейчас оттуда кто-нибудь выпрыгнет лучше не открывать может может быть в этой игре всякое может быть в этой игре это бесполезно дверь слишком тяжелая чтобы я смог ее открыть что же делать кто ее будет открывать палач кто будет открывать есть двери комната отдыха тяжелая не знаю что тебе на это сказать значит надо будет вернуться ключ от подвала у нас надо им воспользоваться он был найден внутри стены со странными рисунками подвальному складу он он Продолжение следует...